Осень, время посадок, сокодвижение останавливается, деревья замирают на зиму и саженцы легче приживаются в почве, а вот весной сажать рискованно, считают профессионалы-садоводы. И самое главное при посадке подготовить почву. Почва должна быть перегнойная, если у вас глинистая почва, убираете метр на метр, чем больше, тем лучше, и забиваете перегнойными почвами земля. Или чернозем какой-то такой лесной, с леса можно привозить, верхний слой, тоже хорошее удобрение. Вот такое вот первое. И поливка, летняя поливка, это стабильная, это и два, и три раза в неделю. Сажать сейчас можно все, и саженцы плодовых в деревьях, и кустарники, и декоративные растения. Вот, например, у сочинцев пользуется большой популярностью виргинский можжевельник. Они зимой замерли, перезимовали можжевельники, а весной у них бурный рост начался, то есть лучше всего приживутся, понятно. Виргинский можжевельник, он хорош тем, что часто мужики ходят в баню с ним, делают веники с него. Это для здоровья полезно, у него не такая колючая хвоя, то есть он не раздирает кожу. К тому же он за лето быстро восстанавливается. Красивым садовым украшением является вереск. Старинная шотландская легенда гласит, что скромный вереск был единственным растением, которое по просьбе Бога согласилось расти на голых, продуваемых ветрами склонах холмов. За это Господь наградил вереск повышенной выносливостью, непритязательностью и естественным очарованием, а также ароматом и качеством медоноса. У Ларисы Интяпиной нет своего садового участка, где можно было бы посадить такие кустарники. Сюда на выставку она приходит с внуком Тимофеем, чтобы полюбоваться цветами, ну и присмотреть новинки для своего цветочного балкона. За окном цветочница и дома цветы, очень-очень любим цветы, восхищаемся всегда. Даже пришли с маленьким для того, чтобы показать эту красоту. В помещении Дома культуры автомобилист в основном представлены комнатные растения. Здесь можно найти от самых экзотических до крайне редких. Выставка цветов будет открыта и в эти выходные. Елена Всецна, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.